здорово ребята это чилийский отправляемся на съемку очередного блога и постараемся выиграть какие-то деньги деньги нужно выиграть потому что я хочу инвестировать в покупку нового айфона и проапгрейдить картинку так сказать потому что я пострел у меня старый 11 pro мои девушки предпоследний и картинка особенно широкий угол на которой снимаю когда игра картинка очень разница и качественно лучше конечно у нового айфона поэтому хочу да немного улучшить качество контента так сказать да и принципе сколько можно как бомж ходить с единственным в онлайне дела тоже вроде ок идут есть амбиции попробовать 0 500 покатать это зимой зимой думаю состава будет получше и можно будет реалистично шокнуть попробовать поиграть под фиша и может даже закрепиться на 500 тем более на 200 дела идут пока хорошо не знаю чем это связано но винрейт у меня там выше чем на других лимитах может это потому что там как бы рейк меньше может потому что я более серьезно играю когда более высокие блины не знаю можешь просто диспа такая но как бы видео такой винрейт на 200 не попробовать катать 500 зимних составах я буду думал буду будет ну такое трусливая ошибка но я выезжаю и отправляюсь катать ну что первая раздача у нас туз валет на катофе перед нами два лимпа мы поднимаем до 20 получаем два кола от малого блайнда и одного из лейпера по приходит туз 75 чекают ко мне ну ставим себе тновелью 30 долларов малый блайнд выкидывает али импер нас скалирует черт выходит король не чекает к нам но мы продолжаем ставить ставлю 100 и он вновь довольно быстро калирует ривер приходит дома закрывается бэкдор на флэш-дро он чекает и я немного задумался не не знаю здесь можно поставить с нашей рукой еще один в любит по такому рон ауту и я решаю просто чекнуть панет показал туз 6 червовые и мы показываем нашу руку и забираем 1 на сегодня банк король дома на катофе перед нами два лимпа и мы поднимаем до 20 получаем кола от большого блайнда и одного из лимберов по приходит король и дома 6 он сразу две пары чекают ко мне и я ставлю 20 долларов большой блайн коллирует и мы остаемся вдвоем терн приходит валет после чего неожиданно лидит 50 долларов первая реакция было что хотелось порезить сразу но я так пострел flash-дро никакого нету есть конечно плохие риверы которые для нас могут брать и типа туза или десятки но такое ощущение что если я сейчас просто запушу ему будет вообще сложно придумать нам какой-то блеф и он многое что сможет здесь выкинуть и кроме как какой-то король валет нам может тут ничего не заплатить за спиной у него осталось еще 160 поэтому я решаю просто заколить и попробовать выставиться уже на ривере ривер приходит восьмерка он ставит ту же ставку 50 долларов ну и здесь конечно же мы уже запушим ставлю он коллирует показываем нашу руку и забираем этот банк следующая рука мы в средней позиции обнаруживаем у себя карманную пару дам перед нами был straddle 6 и 1 кол большого блайнда и я объявляю рейс 25 игрок сразу за мной объявляют all-in 165 все выкидывают пас ну естественно мы коллируем борт выходит вот такой коротыш волы не объявляют что у него пара валетов я показываю свою руку и мы забираем еще один банки и пока полет нормальный следующая раздача у нас 98 разномастные нам большом блайнде перед нами три лимпа и мы просто чекаем фо приходит 10 6 2 у нас годшот я чеку тг ставят 5 двое его коллируют и я также коллируют терм приходит более чем приемлемый семерка у нас просто нац я чеку тг ставит 20 и вновь оба оппонента его коллируют но здесь мы уже конечно будем резить я поднимаю до 110 у тг пас двое еще выбрасывают и последний оппонент объявляют all-in 134 конечно же мы коллируем ревер выходит валет не меняющий ничего я показываю свою руку оппонент показывает дома 10 крестей забираем еще один банк пара королей на баттоне перед нами open 6 ранний средний три бетит много сразу 40 долларов и с нашей рукой конечно же мы будем здесь продолжать рейзить нужно только выбрать сайс и я поднимаю до 100 долларов на начало раздачи у меня в стеке 750 и наш оппонент нас покрывает он коллирует и мы хедзап идем на флоп который приходит дома валет 6 радуга он чекает ко мне я оставлю небольшой сибет 60 он довольно быстро коллирует терм выходит довольно динамичная карта 9 крестей появляется flash draw он чекает ко мне в банке 320 я продолжаю ставить ставлю 200 после чего он буквально инста объявляет all-in ситуация крайне блевотная грет на этот оппонент творил довольно много дичи до этого со мной там например он в 3-бет поте на туз хай доски он просто сыграл чек-пуш с валет дамой просто по бэкдором на флопе естественно это разные ситуации в принципе здесь думаю что ну очень часто мы здесь против сета и может быть иногда редко не знаю мог так отморозиться с десятками мог ли он так сыграть туз дамой крестовыми не знаю туз король крестовым обочим это херовая для нас новость на 6 аутов против сета этого конечно не хватает я там посчитал мне нужно было 26 процентов equity чтобы здесь заколить 6 аутов у нас 12 и тут уже только разве что если рассчитывать на то что он мог ну серьезно чем-то морозится довольно сильно итоге я здесь не нашел паса заколировал и оппонент показал валет и ривер вышел бланк восьмерка и мы проиграли достаточно большой банк даже сейчас в принципе разобрал эту раздачу там во флоп зиле мне довольно сложно решить для себя как здесь лучше было сыграть потому что с другой стороны там ставка по терну мне местами не нравится с другой стороны чекнуть здесь наверное лучше тузов королей как раз но наверное лучше поставить сайзинг 200 может большой но можно верно стоило поставить что-то в районе 120 130 и допустим выкинуть на пуш не знаю сложно сказать довольно блевотная ситуация как я сказал и наверное для бет кола лучше всего подходит короли без крестей тогда моему не бой чем туз король крестовый и тогда ну это такая явная комбинация с которой он еще ну довольно часто я думаю может отморозиться в таком случае и запихнуть в целом да пишите что думаете об этой раздаче особенно если вы более менее компетентный рэк интересно послушать но мы идем закупаемся по новой и пытаемся снова подняться из грязи в князи ну чё закупились снова сели со стеком 500 у нас 10 9 одномастные на баттоне перед нами 3 лимпа и я поднимаю до 20 получая колод большого блайнда и 2 лимперов по приходит король 95 пиком флэш-дром все чекают ко мне не вижу большого смысла вставки я тоже чекаю терн приходит король большой блайн ставит 40 все пас и против такого оппонента я точно здесь не выкину я калирую ривер выходит шестерка и он ставит 120 не супер веселая для нас ситуация но конкретно про этого оппонента я могу сказать что без позиции он очень часто свою топ пару полидит сам даже несмотря на то что он не был агрессором при флоп вот он свою топ пару он почти никогда не чек нет поэтому учитывая это я все-таки здесь склонился колу может быть частично это было вызвано тильтом от прошлой раздачи но да я просто но не решил не выкидывать и заколил здесь он объявил что это хороший кол я показал свою руку и забрал этот банк следующая раздача у нас король 10 разномастные на катофе перед нами два лимпа я решил здесь поизолить и поднял до 15 большой блайнд и оба лимпера заколили и пришли на флоп король валет 6 человек ко мне у меня топ пара я оставлю 20 долларов получаю один кол тёрт выходит десятка мы усилились до двух пар не чекает к нам но я разумеется буду продолжать ставить ставлю 85 и он вновь калирует ривер выходит восьмерка карта мало что меняет он чекает но здесь я более чем умерен у нас есть еще один валюбет там условно король даму я не думаю что он здесь способен выкинуть есть также руки типа валет 10 которые точно колят ривер король 8 я решаю поставить 200 он нас очень быстро колет я показываю свою руку но к сожалению двух пар здесь мало оппонент показывает дама 9 червовая но и учитывая что он за лимп колел при флоп это лучшее что у него там могло быть конечно не повезло следующая раздача у нас карманная пара валетов на баттоне перед нами 5 лимпов и я поднимаю до 25 фэмили пота не получилось получаю 4 кола и идем на флоп который приходит ус 85 все чекают ко мне опять же с валетами здесь особо не доберешь я чекаю но дилер нас выручает и терном приходит валет лимпер с утг ставит 45 за ним игрок коллирует остальные выбрасывают но здесь конечно с сетом с ваш дрон на доске против двоих я буду рейзить поднимают до 200 1 оппонент выбрасывает а второй нас коллирует ривер приходит король червей карта мало что меняет разве что у него там дома 10 пиковые у меня остается 280 в стеке он меня покрывает ну и конечно же мы просто ставим здесь ол и и к сожалению для нас наш оппонент выбрасывает туз 10 разномастные в средние мы открыли 15 баттон кол и оба блайнда также кол флоп вышел туз 95 чекают ко мне ставлю себе 20 баттон коллирует и малый блайнд также коллирует терн нас усиливает до двух пар опять все чекают ко мне ну и опять мы будем продолжать ставить здесь на велю ставим так чтобы любой туз нам здесь проплатил ставлю 65 баттон пас а малый блайнд нас коллирует ну и ривер наверно лучше для нас колоде еще один туз теперь мы гарантированно можем добрать весь так со всех трипсов и малый блайнд сам лидит 100 долларов у него остается лишь 40 позади я конечно же поднимаю он он коллирует я показываю full house а у него туз дома потихоньку возвращаем свои денежки с проигранной раздачи с королями это не может нас не радует ну и последняя на сегодня раздача это карманная пара десяток на большом блайнде который определит сможем ли мы сегодня закончить эту сессию в плюс или нет был страдал 10 на баттоне малый блайнд заколлировал естественно мы тут коллировать не собирались мы подняли до 45 после чего игрок из средней просто колд коллет 45 и малый блайнд также коллирует вы не представляетесь как я молился на то чтобы вышла десятка на флопе и что вы думаете уже когда дилер срезает три карты я вижу первую из них это десятка мы поймали здесь сет мультивее в этом огромном банке и что еще лучше здесь есть туз чтобы нам его оплатили я ставлю сибет 30 оба оппонента меня коллируют черт выходит дама я ставлю 120 пытаясь получить оплату от всех тузов и игрок за мной объявляет ол-ин 320 малый блайнд выбрасывает ну и конечно же я тут коллирую попасть король валет будет очень грустно но к счастью для нас оппонент показывает туз-3 крестовый внезапно ривер выходит шестерка и мы забираем этот огромный банк я честно был в недоумении после того как он запушил я даже спросил его это типа был блеф и он сказал типа ну да конечно блеф я так удивился потому что ну даже с туз королем здесь при таком размере банка и размере его пуша тут такие потоцы что даже туз король это снэпкоу но что ж спасибо ему благодаря ему наша сессия внезапно вышла в плюс и несмотря на большое фиаско с королями мы все-таки смогли как-то выкарабкаться из этой ямы и закончить на позитивной ноте обналичиваем бабу лес и отправляемся домой еще повезло отмазаться под конец сдали пару раз нормально плюс подарунки и в итоге вышли в небольшой плюс раздача с королями это конечно полный фейспаум вот у меня есть такая тенденция типа когда там у тебя хорошая и опасный борт и вот просто грузится 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 особенно против фиша но типа вот сказывается это неопытность что когда ты играешь 100 бб да типа там короли тузы и оверпары это да это типа сильно можно заехать типа на стэкс фишом и это будет зашибись потому что даже в те разы когда ну ты там позади это компенсируется тем что тебя отобьют с чем-то хуже но когда 250 ббдик фактически это 3 бэдпот но рнж реально настолько узкие как будто это 4 бэдпот и играть его так мерзко грузить тёрн по моему критическая ошибка была очень плохая раздача я крайне реально минусовая вот такие ты можешь хорошо играть и вот вроде остальные раздачи я сыграл сегодня нормально прям такого что-то плохого я не помню себе сделал но вот это одна раздача она просто настолько перечеркивает все настолько большой большой минус на дистанции если такие ошибки совершать в реально больших-больших спотах на кучу бб это ну это перекрывает весь свой винрейт и здесь как ты хочешь бить этот адский рэйк и еще что-то ну в плюс играет то конечно такие раздачи иметь это кошмар там еще момент такой прикольный был у меня на телефоне уже осталось там где-то 10 процентов зарядки я уже хотел уходить они там уже говорили что все пару раздач игра разваливается и потом я уже стою на кассе у меня уже фишки на кассе все сейчас мне уже вот-вот посчитают там мне кричат типа а сейчас пару людей еще приходит подожди подожди я взял фишки вернулся за стол реально пришел два типа ну и там один из них это тоже мне подарок сделал стус 3 2 кулирнул стус 10 ну короче два пацана пришли спасли мне сессию так сказать ну и я плюс да там под конец я уже тоже какой-то такое какое-то замазочное настроение было от реально я не забыл в онлайне такого нету ты просто играешь и играешь здесь вот то что ты вот замазался и и хочется отыграться и прям вообще это непрофессиональная хуйня если честно вот в онлайне у меня ее не бывает ну типа проиграл проиграл все равно играешь какой-то свой старту на эти 10-12 столов и не обращаешь внимание особо а если там не хочется играть просто закрыл а там вот что-то такого нету может потому что я еще туда вхожу только там раз в неделю в две ты про знаешь сейчас сейчас засадил типа пару боинов то все там ты будешь с этим неделю-две жить пока не сможешь прийти там плюсы 0 но короче не знаешь это тоже надо с этим делать короче да такие вот дела пойду отспаться и увидимся в следующем видосе чао пока